Мы находимся в священном городе Мекке, на горе Нур, где находится пещера Агар-Ухира, где посланник Аллаха последние дни до пророчества, когда ему наступило 40 лет, любил уединяться. Долгие ночи, как рассказывала Аиша, его жена, в хадисе известном, достоверном, что он в последнее время 40 дней уединялся, приходил через неделю примерно взять с собой провизию, запас, и долгими ночами размышлял над сотворением Вселенной, над людьми, над тем, как люди пали на Божие, и смотрел, как Аллах создал землю, небо. И один из таких ночей Аллах именно не послал к нему Джибриля, чтобы объявить его посланникам. И мы знаем, что первые аяты Сурата Аляк Аллах послал именно на этой горе, и это были первые слова «Икра, бисмираббикал лави халак». «Читай именем Господа, который тебя сотворил». И он говорил, что я не умею читать, и Джибриль его сжал, и после того, как Джибриль взял, он начал читать, и так дальше, и после, и после Аллах послал уже постепенно Уран. И эта гора, хотя она не является, как по хадисам, нет ни одного хадиса про ее достоинство, чтобы здесь читали намаз, собирались, но она является ценностью, исторической ценностью, потому что здесь произошли первые события, как вот послали посланника Аллаха. И хотя Аллах послал посланника Аллаха, чтобы очистить землю от многобожия, и от ширка, которая распространилась и в Мекке, и во всех арабских городах, но люди потихоньку возвращаются обратно к этому ширку и пытаются здесь на горе протереться, какой-то барракад сделать, хотя нет ни одного хадиса достоверного про это. Мы просто мусульманам говорим, лучший барракад в том, чтобы следовать посланникам Аллаха, делать то, что он сказал, что делать, исследовать его сунне, его действиям, его поклонению. Просто протираться об гору или об какие-то предметы, и не соблюдать сун, от этого никакой пользы нет. Но мы поднялись сюда, посмотреть это историческое место, почувствовать, как сам посланник Аллаха поднимался на эту высокую гору, на самом деле тяжело, тогда не было этих лестниц тоже, и чтобы воочию увидеть, как на самом деле он видел этот обзор Мекке, который прямо на ладони перед тобой, и харам тоже отсюда видно. И мусульманам мы на самом деле завещаем, чтобы они следовали сунне посланник Аллаха. Не следовали каким-то предметам, местам, хотя мы не отрицаем барракад посланник Аллаха в вещах, которые от него остались, но лучший барракад человека следует сунне, следует сунне, сунне и соблюдение ислама, и соблюдение единобожия. Потому что многие мусульмане в наше время стали посещать какие-то кладбища, могилы, как бы, священных людей, и за счет этого получить себе барракад или приблизиться к Аллаху, когда как к Аллаху можно приблизиться им наследованием урана и сунне и богобоязненности, инша Аллах. Вальхамдуллях, Раббал Алямин. Раббал Алямин.